Приветствую вас! Вы знаете, я, если честно, не очень понял историю вашего вопроса, и вообще вашу историю. Ибо довольно запутанно вы её описали, довольно запутанно вы её рассказали. Вот. Поэтому я думаю, что ваши проблемы, которые есть сейчас, они, в частности, возникают именно из-за этого. В частности, они возникают именно по этой причине. Именно по данному моменту. Не потому что у вас действительно, вот, социум как таковой, да? А именно вот по той причине, что вы описываете. Смотрите. Вы говорите, что в молодости у вас всё было хорошо. В молодости у вас всё было здорово, всё получилось прекрасно. А значит, пока вы не женились. Возникает вопрос. Женились вы знаком? Ну, то есть, понятно, что она женщине, конечно, да? Вот. А я имею в виду, какие были обстоятельства вашей женитьбы. То есть, ну, по идее, вы должны были жениться на человека, которого любили, как минимум. С которым, как минимум, у вас, ну, должно было быть что-то общее, например. Вот. Получается, какая-то совсем другая история, что вы женились, у вас появился страх, э, у вас появились провалы. Так что возникло, э, что возникло первым? Провал? Провалы возникли первыми? Или первыми возникли, э, неудачи? Вот. Эм... Понимаете? Какая история? Вот. Это... Такой момент. Далее. Далее у вас, э, идёт почему-то тема измен. А, то есть, вот вы женились. А, зачем-то, для чего-то, почему-то вы женились. И далее абсолютно спокойно у вас идёт тема измен. Так, как будто это вообще, говоря, само собой разумеющество. То есть, у вас есть какие-то подруги, есть любимая подруга, есть те, кто вас хочет, есть те, кто вас не хочет. А, женой-то что у вас? То есть, вот, женой-то у вас как обстоят дела? Понимаете? То есть, если, если, а, у вас с женой не всё гладко, и именно с ней у вас начались, а, провалы и неудачи, то не совсем понятно, а, почему вы, а, с ней до сих пор находитесь в браке, или почему вы вместе с ней не обратитесь, а, на приеме. Да, то есть, если вы, если между вами какие-то проблемы, понимаете? Вот. По сути дела, по факту, все ваши неудачи, все ваши трудности начались только после того, как вы женились. Вот. Вот. Так, по крайней мере, вытекает из вашего текста. Вот. Я, конечно, могу, эээ, ошибался, да, я, конечно, могу, эээ, быть неправ, и, может быть, всё обстоит совсем по-другому, вы меня тогда простите. Вот, но, эээ, я думаю, я думаю, что всё началось с этого. И именно разбираться нужно с тем, как обстоит ваша семейная жизнь. Потому что подружки, любимая подружка, там, другие подружки, доступ вас, эээ, никто не будет искать, и прочее, 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 прочее. Это всё, это всё, именно вследствие, именно вследствие того, что ваша семейная жизнь не организована. То есть не то, чтобы я здесь выступал, эээ, категорически против измен, да, в том смысле, что, эээ, не то, что я хочу вас, эээ, знаете, ээээ, там, ну, научить, да, там, считать, ээээ, вам какие-то нотации и прочее, нет. Я просто указываю вам на проблематику. Как это видится мне. Следующее, эээ, что я хотел бы отметить. Это то, что вы говорите, что, эээ, у вас всё хорошо получается только тогда, когда вы знаете, что никто вас не будет искать. Эээ, вроде бы мелочь, но на том деле очень важная мелочь. То есть получается, по факту, вы боитесь. Это ваша тревожность. И у тревожности, как ни странно, всегда есть свои причины. То есть вы тревожитесь по ряду причин. Понимаете? Вот. Вы тревожитесь по ряду причин. И, эээ, то, что вас беспокоит, то, что вы боитесь, эээ, это то, что либо вызывает у вас страх, эээ, либо то, что вызывает у вас, у вас, ну, например, там, эээ, например, чувство вины, допустим. Ну, например. Да? Хотя, в принципе, чувство вины, это, по большому счету, тот страх. И очень важно, чтобы вы не, эээ, ну, скажем так, да, чтобы вы, эээ, не боялись, чтобы вы не тревожились. Чтобы, эээ, вы, эээ, не тратили свои ресурсы на это. То есть, коль уж вы решили, например, эээ, быть, допустим, эээ, ну, со своей девушкой, да, с бабушкой, как вы говорите, коль вы решили с ней быть, ну, вот так, эээ, соответственно, будьте с ней. То есть, возьмите ответственность за то, что вы делаете. Вот. А то, так получается, что вы вроде бы и, эээ, с подручкой, в то же время вы, как будто бы, эээ, испытываете, эээ, не знаю, страх или, эээ, или тревогу, или вину, или, эээ, злость, или, там, досаду, или что-то еще. Ведь люди ищут вас не просто так. Да? Понимаете? Ээээ. Так что, здесь очень важный, эээ, момент, на который люди обратить не надо. Дальше. К жене тяга. Пропала. Печневые. Ну, а, соответственно, влечение, эээ, как 15 лет тому назад. Если честно, странно. То есть, вы, опять же, меня извините. Да? Ваш вопрос, он, эээ, немного, эээ, путанно, эээ, задум. Вот. Эээ, но, что вы понимаете, под тягой, да? И, эээ, как, условно говоря, эээ, вот эта вот, ээээ, тяга у вас, тяга у вас, эээ, связана, допустим, с, эээ, ну, не знаю, допустим, как вот у вас тяга связана, к примеру, ээээ, ну, с сексуальным влечением. Да? То есть, вот, к примеру, ну, такой вот, интересный, на мой взгляд, момент. И что у вас с женой, эээ, все хорошо получается? То есть, если, да, если с женой у вас все получается превосходно, то, совершенно очевидно, что дело здесь не ваше, да? Точнее, ну, как бы, дело здесь не в физиологии, собственно говоря. А дело здесь именно, как раз, эээ, в том, как вы все для себя это вот, эээ, рассматриваете, как вы, эээ, все для себя видите, как вы все для себя воспринимаете. Значит, конечно, и, соответственно, здесь у вас, эээ, в большей степени, вообще в доминирующей степени, эээ, присутствует психологический, психологический аспект. Вот, надо ее за плечо попробовать, эээ, кхм, 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 кхм. Как бы, тут, опять же, противоречие появляется. Ну, и, естественно, как я уже сказал, абсолютно непонятно, почему, имея, имея, эээ, такую, эээ, сильную, эээ, форму, эээ, сексуального привлечения, кээ, своей, эээ, жене, да? Вот, а вы, значит, эээ, ну, продолжаете, эээ, соответственно, эээ, ну, ходите с другими женщинами. Кхм, вот. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это очень важный момент, потому что, эээ, он, как бы, напрямую, вообще, раскрывает суть вашей проблемы, суть вашей, ваших, эээ, ну, сложностей, суть ваших переживаний. Вот. Вы пишите, как это преодолеть, что преодолеть? Ээээ, изменять жене или что? В чём вопрос? Что хотите преодолеть? Эээ, преодолеть, значит, побороть, подавить. Вот, давайте всё-таки, эээ, ничего, мы с вами, эээ, побаровать и преодолевать, да, не будем. Вот. В том смысле, что, как бы, вы это делаете уже достаточно, вот, и, ээээ, как бы, не надо преодолеть, нужно раскрывать. Так же, смотрите, вы пишите, что, ээээ, у меня страх всю жизнь, но вы пишите, что, после чего женился, появился страх. Так всю жизнь у вас страх, или только после того, как вы женились? Тоже важный момент. Одно дело, если, если всю жизнь, и другое дело, если, ээээ, только после того, как вы женились. То есть, опять же, здесь, вот, у вас есть, эээ, определённые противоречия. Вот, которые, на мой взгляд, эээ, которые, на мой взгляд, эээ, нудны разрешить. Если мы хотим понять, что, вот, ээээ, с вами происходит. Вот, потому, эээ, потому, хотя бы, эээ, ради этого, хотя бы для этого, хотя бы для этого, ээээ, ну, всё-таки, вот, обратитесь к, эээ, любому из экспертов, ээээ, которого вы, ну, ну, среди которых вы можете, эээ, выбрать у нас на ресурсы. Опять вот, ну, экспертов вы можете выбрать у нас на ресурсы. Обратитесь, ээээ, к ним, да, к любому, к любому из нас. И я предлагаю, что мы вам помочь, мы вам сможем помочь. Ну, значит, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вы нашли для себя, ну, нашли, найдёте для себя, для себя, для себя. Ээээ, что-то важное и значимое в том, что я, собственно говоря, сказал. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, эээ, задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Ээээ, если у вас остались вопросы, да, ээээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.